Здравствуйте, как у вас? Здоровье, Санба? Все у нас хорошо, ты как? Стараемся быть хорошим. Молодец. Все нормально, Санба. Все зависит от себя, как ты будешь таблетки принимать, как будешь себя уважать. Если будешь себя хорошо уважать, организм все переборывает. Те боли, которые я сам испытал, и другие, не советую, потому что есть люди, которые нормально переносят, есть люди с мучением, переносят боли. Я когда ходил в больницу таблетки получать, и там врачи сказали, «Эй, может, ты будешь помогать сам, группа поддержка будешь?» Я говорю, все самое. Как я это услышал, я сразу пошел, я говорю, давайте, пишите, я буду с вами работать. В Кыргызстане один из самых высоких в мире показателей заболеваемости лекарственно-устойчивой формой туберкулеза. Только за последние пять лет, благодаря проектам ЮСАИД, удалось снизить уровень смертности от туберкулеза на 36%, а число новых случаев инфекций на 18%. ЮСАИД внедрил новую систему транспортировки биоматериалов. Это повысило точность диагностики и эффективность лечения. Модернизировали лаборатории, передали более 9,5 тонн лекарственных препаратов и 15 тонн медицинских изделий из США. Если один больной не лечится, в течение года 15-16, в течение года заразит. Один бастиллярный больной заразит 15-16. Некоторые же жилищные условия плохие же, плохо живут. Один живет, например, да, не работает. А мы говорим, мотивация есть. Если ты будешь нормально принимать таблетки, мотивация. ЮСАИД поможет. ЮСАИД расширяет доступ к комплексным услугам по профилактике и лечению, обеспечивает уход за пациентами из групп наибольшего риска. Это помощь от ЮСАИДа, мотивационная, чтобы больным давать хоть какую-то помощь. Здесь у нас указано на 1300, почти на 1400 сомов каждому пациенту ежемесячно, чтобы они не бросали лекарства, лечения, чтобы не прерывали. Волонтеры тоже есть, они тоже получают. Они же нам помогают, мы же с ними проводим подборные обходы, раздаем информационные материалы, лекции проводим, по школам ходим. Только в рамках одного из проектов ЮСАИД почти 7 тысячам пациентов удалось завершить лечение и вернуться к тому, чтобы дышать свободно и жить полной жизнью. Жизнь, она интересная штука, когда люди стараются хотеть жить. Дышать тяжело, ходить тяжело было. А сейчас, видишь, дышать легче, и все, как будто жизнь каждый день новая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова